Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Якутия. Утро. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация на 1 апреля 2021 года характеризуется 29 новыми случаями новой коронавирусной инфекции. В городе Якутске зарегистрировано 18 случаев. В Алданском, Верхоянском и Чуропчинском улысом по два случая. В Алайховском, Вилюйском, Кобяйском, Мирненском и Ненурингринском районах зарегистрировано по одному случаю. За сутки проведено 1778 исследований. Всего с начала пандемии обработано 1 млн 10 634 теста на новую коронавирусную инфекцию. По состоянию на 1 апреля 2021 года в Республику поступило 67 612 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую вакцину получили 58 064 человека. Последствий после проведенной вакцины не наблюдается. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вчера подписан указ главы Республики Саха-Якутия 31 марта, согласно которому режим повышенной готовности на территории Республики продлен по 31 марта 2021 года. Однако в этом указе есть ряд послаблений и ряд ограничений, которые являются и остаются на территории Республики. На территории Республики остается и сохраняется масочный режим, необходимость проведения мероприятий и необходимость соблюдения социальной дистанции. Кроме того, для пожилых граждан и старше 65 лет и лиц, которые страдают хроническими заболеваниями, сохраняется режим самоизоляции как для работающих, так и не для работающих. 31 марта принято постановление правительства 494, которое продлило срок действия временных правил по оформлению больничных листов до 1 мая 2021 года. В связи с чем работающие граждане старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, соответственно, вправе выйти на работу лишь только после соответствующей вакцинации, при этом работодатель создает все условия для их работы. Кроме того, необходимо обратить внимание на ряд послаблений, которые сегодня непосредственно в Республике нами приняты. Это прежде всего указом главы Республики Сахая Кутя определена заполняемость залов при проведении мероприятий до 75%. Необходимо обратить внимание, такой подход должен строго соблюдаться с соблюдением социальной дистанции. В связи с чем те залы, которые не позволяют это делать, то сохраняется необходимость и в их заполнении только на 50%. Соблюдение дистанции остается базовой позицией, так же, как и раздельный вход и выход из помещений при проведении мероприятий. Кроме того, необходимо обратить внимание, что внесены послабления по расстоянию между столами в общей пите. К таким послаблениям относятся увеличение расстояния между столами до двух метров. Здоровья всем!